Приветствую на канале. С вами Тота. Смотрим поп-ап-данжен. Специально сначала начал игру. Советую проходить башню волшебника, потому что там и сюжетка есть, и сбалансировано все более-менее. Читорио можно будет пропустить потом в текстовых беседах. Смысл игры — прокачки своей команды из пяти человек. И сборим оптимального жерелья — чарма. Которые дают общие бонусы команде. Вот пропустили. Читорио. Выбираем сложности. Сюжет общий — то, что скучает волшебник своей башни, и мы пришли его развлекать, проходить его испытания. Вот такую медальку дают по итогам прохождения каждого этажа. Их также можно купить за золото, которое набирается постоянно. Лучше копить как минимум 8000 монет, чтобы хотя бы золотого уровня покупать. Потом их можно будет комбинировать. Вот эти кикстартеры очень полезные. Чармы, потому что они дают разделение здоровья. То есть, если у одного участника партии кончилось здоровье, он будет у других забирать приходится. Сильно прибавляет выживаемость. Можно повесить пять штук. Потом надо будет их комбинировать друг с другом. Начальный танк безальтернативный. Но в качестве ДД я предлагаю взять робота. Советую взять. Он очень сфокусированный, с высокой инициативой. И только air power. Ему больше ничего не нужно. Ему нужна скорость. Air power. Увеличилась range. Скиллоп. Уменьшать цену. То есть, идеальный ДД. И танцуют красиво. Ну, лекарь универсальный. Он может дамажить. Пассивку подлечивать. Вешать щит. Ну и лучше танка я не видел. Лучше сразу на максимальной сложности играть. Это не так уж прям сложно. Но зато и награды, и уровень врагов. Максимально. В этих ивентах можно выйти на бонусные подземелья с сундуками. Так, на каждом этаже, если удачно ответить на вопросы, бродить кубик. Основным персонажем только ходишь, пока никого не встретил. Увеличилась цель. Увеличилась цель хождения. Это вот найти вот такие интерактивные предметы. Сундуки или вот эти орбы. Они дают улучшение навыков. Или новые навыки дальше. тут-то просто нам нужно air power т.д. а Мэджика лучше бы отдать лекарю, ну я ступил тут основные три ветки есть, нанесение дамага, это физический, за который отвечает танк позже надо будет еще кого-нибудь взять, элементальный, здесь это будет воздухом робот, к магическому дамагу относятся энергии светлые, темные, это магический дамаг, то есть третий тип урона элементальный, соответственно воздух, вода, огонь, земля, магический, темные энергии, светлые энергии и т.п. вот, тут когда заходишь в комнату с врагами, начинается энкаунтер, лучше, если враги незнакомые смотреть, в чем опасность, какие слабости, начинает сразу с близкого контакта, например, кого-то опасного мочить в первую очередь, с разделением урона на всю группу выживаемость не так важна, как быстрое убийство врага, потому что бывают нобы, которые могут, например, стан вешать крысы с бумеранга сколько крыс, столько станут вешать, фактически выключают бойцов с боя здесь кобальт, стрелок банальный, дракон, главный как мини-босс, толстый с аое дамагом в макарах урона на всю неделю в контакта . Грэпп Enter the Earth в макарах урона Макарах урона практически я продолжаю в макарах урона сощат, а чатэ с болostком в макарах урона па, отмэмлской бомба и чатэ а норс отмэд в макарах Ну, то с вами шо, тут можем ховольно, значит, надо это делать. Также в подземельных есть вещи с монетками, на них тоже надо и сжигать, кликать на них, но это прибавляет денег, то есть, вот, сукопилка. Или можно вообще всё полностью сжигать, хотя это, конечно, долго. Монетки, интерактивные объекты, мундуки, орбы, каких-то ещё таких шпилей, золотисты вилают. Сундуков много на бонусных подземельях легендарных, которых можно получить по ивентам этих, текстово. И там бывают бронзовые, серебряные, золотые сундуки с хорошими вещами. Для расширения партий советую скелетика Порто, которого зовут, у него тоже очень мощный дебаб и удар. Так, может за один ход убивать толстых врагов, если у них нет резистов тёмной магии. Также хорош стрелок, когда у него появится пистолет на шанс убийства одним ходом. В предземелье лучше проходить сначала по периметру. Так, меньше шанса пропустить что-то полезное. И в центре обычно самый толстый враг. Здесь шанс максимально усилиться до встречи с ним. Оптимальная пати получается, что нужно добавить ещё стрелка с рейнджевым уроном. И скелетика с уроном тёмной магии. Некарю хачать сапог. И магию. И светлую энергию. Ненужные вещи сразу продавать. Это всё основное. Спасибо за просмотр. Увидимся на канале. Подписываемся. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся на канале. Продолжение следует...